Иисус рано удалился в пустыню. Ученики говорят Ему, когда Он возвратился, что Тебя ищут. Он говорит, пойдем в селение и в города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для Того и пришел. Спрашивают, а для чего Иисус пришел? Тут прямо говорит, для Того Я и пришел. В селение, в городах, всюду проповедовать. Подражайте Мне, как Я Христу. Я все рассматриваю с разных позиций историю российского государства. Теперь я прихожу к выводу, что она не только Россией не была никогда святой, она и православной не была. Я еще дальше захожу. Потому что православие заключается в подражании Христу. И не в том, чтобы уметь имение жертвы, к чему все время призывали, а к тому, чтобы знать Писание и поступать как Христос. Итак, Господь говорит, пойдем. Так, когда кому священники сказали, что пойдем? Ангела Божия вам на дорожку, ангела-хранителя, все на этом закончилось. На какой исповеди, кому сегодня во всей России, а я дальше говорю, в течение тысячи лет сказали священнику, «Итак, иди, впредь не греши». «Ты очень грешила, душа, что не свидетельство о другим, о Боге». «Иди по селениям, по городам, как делал Господь и свидетельство о милости Божией». Вот у человека как-то все увязано в организме. И есть вот, говорит, голова не дружит с чем-то. То есть мысли отстают. Я посмотрел, а кто более всего дружит? Как-то в паре. Оказывается, ноги человеческие и язык связанные, как прекрасны ноги благовествующих мира. Никогда не задумывался, стал рассматривать, думаю, а какие связи между органами? Никогда вопрос не ставил. И как бы голова должна сказать ногам, «Пойдем, и пусть наш язык там свидетельствует». А ноги для чего нужны? Чтобы наш язык, уста наши, донести до туда. «Пойдем и будем проповедовать». А проповедовать только языком. В селениях и городах. И он проповедовал в синагогах их. И во всей Галилее. А после этого, написано, изгонял бесов. Сейчас в вечернее чтение евангельское говорилось о том, что Иисус говорит, «Ждите меня в Иерусалиме и доколе не обречетесь силою свыше». О чем речь? О Духе Святома Пятидесятницы. От сорокового до пятьдесятого дня десять дней они никуда не выходили. Почему силы нет? И обречетесь силою. Ну и что теперь сильные? Мускулы больше будут? Нет. Ревности больше. Вас ноги понесут по другим местам. И ваш язык будет проповедовать. Вот только в этом. Почему дальше говорится «И будете мне свидетелями». Не сказал, что вы будете имение раздавать. Это тоже необходимо. Не сказал, что вы будете молчаливы. Вот представьте, вы подходите сейчас к батюшке в любом храме. Ну, бабушки, они легко сойдут. Только платок подвяжите, юбку по-другому. Юбку поднимите, он за своих вас примет. Потому что необычный такой покров их сразу настораживает. И скажите, батюшка, а почему вы сегодня не проповедуете? По полной программе, если батюшка думает, что есть Царство Небесное, он должен как сказать бы? Я не проповедовал разве? Простите меня ради Бога. Я сегодня не выполнил, что должно. Все остальное, что я дым-то пускал, ходил, кружил тут по алтарю. Это все не на первом месте. Это для возрожденных душ. А он что скажет? Ладно, иди, никого не суди, знай за собой. Я уже знаю, они все стандартно отвечают. То есть для них важно сделать своих подопечных безмолвными пешками. Тысячу лет гасили дух святой. Если кто облекается силой духа святого, которым совершили их задачу, обессилить. То есть в обратное направление шли. Если появлялась ревностная душа, его на кол насаживали. Попробуй скажи царю Ивану Грозному. Почему не проповедует? Почему так? Он же знал наизусть Священное Писание. Говорят, да он ничего не знал. Он знал только эту службу отпевать покойников, которых сегодня сам натворил. Груды покойников. Он за них молился. И так Священное Писание сегодня нас побуждает подражать Господу. И отмолившись ночь, выйти и пойти по селениям. Ну хотя население-то вы знаете какое-то. Где-то родились, были. Напишите. Но селение может быть соседний подъезд. Может быть своя лестничная площадка. Поставь задачу. Кому-то сегодня надо сказать. Это прямое повеление Господа. В Деяниях апостолов 15 глава 36 стих. Апостолы собрали первый собор апостольский, рассудили, написали прокламацию. Вот не ешьте удавленную, гематогена не берите. Где кровь не вытекла, удавленных этих курочек бушевских не покупайте. Все расписали. А потом по некоторым времени Павел говорит в Арнаве. Пойдем опять. Посетим братьев наших по другим городам. А зачем? В которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут? После этого как мы посеяли. Какой результат? Пойдем и проверим. Хочу сказать за 2000 лет кто этим занимался? Вот как апостолы. Вот собрали священники. Один другому приехал бы. А что брат? А ведь мы в селениях проповедовали по всему благощению камня на обе. Поехали брат Павел. Проведаем. Вот он один только ездит. Никого больше нет. А у него и грамота-то не самая большая во всей епархии. А он один. Единственный. Ему было дано 6 поселений. И он постоянно ездит. Где его еще не отговорили. Приезжает там книги, занимается. Прочее. Да священники туда приехали. И тоже начали проповедовать. Ну как они уже? Может выйдет. Сказал, дальше не знает. Два слова сказал, растерялся. Сожгите книги. Он такой вот. Проповедь его. Которые получили. Ну хоть и эти слова сказал. Да и то. Считай, что уже живой. Мертвый не скажет. И так апостол Павел призывает друга своего Варнаву пойти опять. Если случается к нам поехать куда-то, пойти, говорите о Господе. И после этого проверяйте. И после этого проверяйте. А какой результат посеянного семени. А ведь говорить приходится не в одном месте. Вот я замечаю, слово Божие действует иногда совершенно внезапно. Сказал два-три раза. Я уже и забыл об этом. Теперь возникает снова новая встреча. Прихожу. А человек совсем не такой. А я все помню, что вы сказали. Он еще, как говорят, не востарковился. То есть еще не принял Христа. Неприятное для меня слово в виде проблемы бесцарковился. Прям какое-то чуждое к церковному языку. Привык свечки ставить, воцарковился называется. Примирился со Христом. Встретил Христа. Родился свыше. Вот что нужно говорить. Евангелист Марк, 6 глава, 12 стих. Говорится, что апостолы пошли и проповедовали покаяние. Куда бы вы ни пошли. А общий результат один. Проповедовать. Послал батюшка за билетами. В очередь установился. И сразу начинает где-то говорить. У баптиста был проповедник Иосиф. Я с ним не встречался. Но я у них был на собрании. Говорят, вчера Иосиф стоял в очереди на Сибирске на втором этаже. Билеты продают. И кому-то говорил. Он только встал, старичок. И сразу встал говорить. А тот говорит, да где каяться-то? Я не знаю ничего. Каяться сейчас. Надо прямо здесь. Где, здесь, здесь? А как? Ну становись со мной на колени. И стали молиться. И стали молиться. Побежали за милиционером. Милиционер у него в уставе инструкции не писано. Что делать-то? Он его трясет гражданин. Здесь нельзя молиться. Он поднял глаза. Подожди, мы сейчас закончим. Мы с господом разговариваем. Милиционер опять стоит. Получилось, что вызвали милицию, чтобы их не трогали. Охраняли. Пока они покаялись. Он встал и извини, пожалуйста, на милиционера, чтобы доставили беспокойство. Но по-другому нельзя. Дух Божий коснулся. Он мог через пять минут отойти от него. И душа погибла бы навеки. Ну извините. Все. Надо искать возможность засвидетельствовать. Вот сейчас мы видим, вчера к нам на занятия пришли два человека. Новые. Я говорю, откуда эти люди? А наши братья организовали бригаду ремонтную. И другим стали рассказывать. Это пришли клиенты уже. Как будто наши братья пошли ремонтировать души по городу. Специально ходят, никто не идет. Пошли на подсобную работу для тела, зарабатывая деньги. Стали приходить люди. Почему? А они им сказали о Господе, раздали в дашу пригласительную. Вчера конкретно мы видим уже чудо Божие дело. Делает Господь. А их спрашивают, понравилось? Понравилось. Да Бог знает. Может это наши братья и сестры еще будут. Итак, Евангелист Марк 16.20 говорит так. А они, апостолы, пошли ногами и проповедовали везде. А Господу разве это угодно? Да и написано при Господнем содействии. При Господнем содействии пошли, при Господнем содействии проповедовали и при Господнем содействии семя пало на благодатную почву. Священники-то ведь они совершенно не знают слова благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа махнул рукой, ушел и все. Благодать трехступенчатая. Первое, благовестить надо человеку. Чтобы человек уверовал в благодать призывающая, проповедующая и благодать освящающая в алтаре. А он все-таки думает, что у него в алтаре. Вот, что нужно говорить. В деяниях апостолов 8 глава 25 стих. А апостолы засвидетельствовали и проповедовали Слово Господне. Обратно возвратились, пошли в Иерусалим ногами. И во многих селениях в Самарии проповедовали Евангелие в Самарии. Там, где Фатина Самарянка, которая со Христом встречалась. Может быть, у нее в доме они останавливались, просто Евангелист Лука ничего не написал. Шли туда проповедовали, шли обратно проповедовали. Послал батюшка вас за билетами покупать или что-то. Остановился. Найди, как бы, из чего начать. Скажи, воскресенье сегодня Христово. Интересно, а транспорт работает, приходится ехать. А не работал бы, как в Израиле. То есть сегодня бы никто не поедал, не поехал бы. А сидели бы все дома. Уже разговор начался. Покупаешь что-нибудь, продавцу. Ну, скажи-то хоть немножко, хоть одно слово. И они пошли куда? К поселениям. И шли и проповедовали. Пророк Иоанна 1.2. Услышал голос Божий, который сказал ему, иди в Неневию, город великий, проповедуй в нем. Ибо злодеяния дошли до меня. Что, злодеяния меньше, чем в Неневии сегодня? Какая причина? Когда голос Божий был, дух святой дан, благословение ему услышали, Христос сделает. Не пошел только по лености. Священники умышленно это все скрывают. Если бы они желали исполнять волю Божию, как это просто было бы? Да столько народа приходит. Не приму на исповедь, если ты никому не засвидетелся во Господе. Потому что ты уже отверженный, ты постыдился. Господь постыдится. Я не имею права тебя на исповедь принимать. Ты в прошлый раз никому не сказал, нынче не сказал. Ты слова Христовы бросаешь за себя. А ведь ни один священник этого не скажет. Евангелист Марш 16.15. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяние 20.25. Апостол Павел говорит, прощаясь с епископами, с пресвятерами, с народом, вы уже не увидите лица моего. Все вы, между которыми я ходил... А что он все ходил, Павел-то? Зачем? И проповедовал вам Царствие Божие. Меня не будет, но вы вспоминайте, сколько я вам проповедовал. Сколько я вам говорил. Мог, не мог, здоровый, больной, я ходил по селениям, приходил и проповедовал. Между вами проходил и проповедовал. Что, слова эти трудно понять или перевод неправильный сделанный? Вспоминайте. Меня не будет. Но вы подражайте. Солом 34.28. Язык мой будет проповедовать правду твою. А правда Божия та, что с неба сошел Сын Божий, умер за грехи людей, пролил причистую кровь, нас он усыновил, это правда Божия. Правда Божия та, что он нас возлюбил так, что не пощадил Сына, что нас усыновил, даровал Духа Святого. И все считают, старообрядцы считают, буду проповедовать правду Божию. А не проповедовать, выходит, ты их пытаешься обмануть кого-то, как иначе понимать. И эти места надо вычеркивать. Солом 49.16. Грешнику говорит Бож, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь слово мое, и бросаешь его за себя. Пошел проповедовать, что говоришь, старайся это исполнить. Не просто научиться говорить, каждому вставать пригласительно, а сам думать, а как я? Пророк Михея, 2 глава, 11 стих, он говорит им, почему вы не слушаете, вам не интересно, что я вам проповедую. А вот начни что-нибудь другое рассказывать, люди сразу слушают. Я когда рассказывал, как ездил по Америке, с каким вниманием слушали, я сразу переводил на божественную. И он говорит, если бы я стал говорить вам о вине, о водке, вы бы с удовольствием слушали. И смотрели бы на меня, как на забавного гитариста, гуслиста. Такого бы вы приняли. Такой пророк угоден был бы вам. 1 Петра 1.25. Господь нам послал Слово. Это то Слово, которое мы вам проповедуем. Прямо по Священному Писанию. И 2 Петра 2.5. В древности были пророки. И вот в одном месте я считаю про Ноя, что он был проповедник. Я раньше как будто этого и не видел. Стал внимательно смотреть, а какие названия Бог давал этим людям. И оказывается, Ноя был проповедник правды. И это узнал апостол Петр. Мы-то знаем Ноя в Ковчегах, больше всего Ноя в Ковчегах. Ноя в потоп. А Ноя его проповедь, почему никто не проповедует. И он был проповедник правды, что Богу не угодны грешники. Он истребит эту землю. Что Бог дает время для покаяния 120 лет. Но сократил за 100 лет. И оставляет семя на корабле живым. Животных. Бог это любовь. Он сохранил, снова все расплодилось. Ноя был проповедник. Лот был проповедник. Иосиф в Египте был проповедник. Мы не найдем ни одного праведника, который говорил бы, давайте молчать. Я буду затворником, молчальником, монахом. Нет. Это антиевангельское учение. Даже в Ветхом Завете и то говорится, что надо проповедовать. В Первом Послании к Коринфянам 1.23. Апостол Павел пишет общине, которая была в распутном городе Приморском. Мы проповедуем Христа и притом распятого. Мы, встречая самого себя. Христа, который умер за наши грехи и зашел на Голгофу. Если Господь позволит, мы завтра продолжим наше песнопение. И всюду и везде будем прославлять Христа и голосовыми связками. И услаждать слух пением. 1 Коринфянам 9.14. Господь повелел проповедникам Евангелия жить от благовествования. То есть, если ты пойдешь, голоду не умрешь. Тебя обязательно накормят. Я удивляюсь щедрости наших сестер, как они меня любят. Голодом ни разу не ложился спать. И такое изобилие. Сколько людей приходит, когда и всегда все есть. Я на практике узнаю. Не могу отбиться. Гляжу, опять что-то принесли. 2 Коринфянам 11.4. Если бы, Павел говорит, кто-то начал проповедовать другого Христа, которого мы не проповедовали. Другое благовестие. То вы бы такого приняли. Это сегодняшнее положение. Почему люди с таким удовольствием слушают, что говорят священники. Начинается крестный ход. Куда? Ну, толкнут куда. Вот они пошли. По всему Алтайскому краю растянулись. По всей России крестные ходы. Посылают иногда на поклонение к мощам, к угодникам. А почему бы не наложить такую эпитемию? Вы за год просчитываете Слово Божие до конца. Я вот узнаю и удивляюсь. Некоторые еще в Ветхий Завет не прочитали. Ну что, считай, это ради нормального состояния. Тот же самый Бог Иегова, который постал от уста Христа, Он дал закон. Подготавливал человека. В Ветхом Завете столько мудрости, которая разъясняет события Нового Завета. Совсем не прочитали. Как можно не прочитать? Ну, поставь себе задачу сегодня. Не сяду за стол, пока не прочитаю три главы. И в течение года будет прочитано. Но ведь поймите, что мы хуже сектантов. Баптисты-то все считают. Адвентисты все считают. А мы, говорю, у нас вера истинная, но по истинной вере, значит, надо догадываться, что мы будем более ревностными. Притом ногами идти никуда не надо. Слово Божие у нас здесь. Толкование дается. Считайте, чтобы обреченные силой Духа Божия наши ноги были прекрасными, язык освящен благодатными словами, и уши людей получили благую весть о Христе, Иисусе Господе нашим, и получили спасение вечное в Нем. Аминь. 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 Продолжение следует...